Все команды прям собраны из разных стран. Вот я, например, из Казахстана, там есть из Киргизстана, из Таджикистана, и работать с другими профессионалами, это очень интересно, можно сказать. Все-таки новые мнения, новая точка зрения, это, конечно, очень помогает, очень способствует, так сказать, держит командный дух. Пришел сюда, узнал новое, многое, хотя у меня были какие-то знания до этого, но все-таки новые знания о том, что сейчас в тренде, куда мы должны двигаться, что освещать, что показать нашим читателям. Мы как раз-таки на практике можем применить определенные инструменты и как раз-таки на практике увидеть, как это происходит, как распространяются как раз-таки ложные новости, какое влияние они имеют. Поэтому это очень здорово, то, что сейчас работают вместе как журналисты, преподаватели, так и студенты. Студенты, которые работают в нашей группе, они молодцы хотя бы потому, что в отличие от многих действующих журналистов, они долистывают Google до как минимум третьей страницы, судя по тем ссылкам, которые они накидали вчера. Это сильно, это задаток на то, чтобы стать хорошим специалистом, на мой взгляд, потому что молодежь должна, когда они так разбираются, это классно. Командная работа, опять же, включает в себя распределение правил, это надо взять, должен каждый взять ответственность на себя, то есть, опять же, выложиться на все сто. То есть, и потихоньку мы собираем идеи каждого человека, это все компонируем в одну композицию и преподносим это как красивое нечто, блюдо или корзину. У нас опытный журналист в команде есть, у нас есть два студента, которые прям с удовольствием изучают что-то новое, пытаются как бы свой вклад внести. У нас есть преподаватель, которому, в принципе, тоже не параллельно все то, что происходит, и как бы у нас, так скажем, пазл сошелся. Работа идет отлично, тема у нас, я думаю, хорошая, это про благотворительность в социальной сети, как различить фейковые посты с просьбой о помощи от реальных.